Друзья, всем привет! Меня зовут Илья Андреев и вы на канале Ушатайка. Бой Сергея Калинина и Суламбека Шахтериева на ТОП-ДОК-12 уже сейчас может смело претендовать на бой года. Рубка была страшная. У Сергея небанальная карьера. Он мастер спорта по тикбоксингу, кандидат в мастера спорта по боксу, чемпион мира по панкратиону. В ММА дебютировал лишь в 30 лет, а в кулачные бои пришел в 37, хотя первое действительно популярное видео с его участием появилось в интернете больше 10 лет назад. Это жесткая подпольная драка на голых кулаках. Жизнь у Калинина еще более насыщенная на события. В большом интервью Ушатайте Сергей рассказал, как в одиночку защищал друга от толпы в 30 человек, как оказался в ТОП-ДОДе, как пришел на стрелку в 6 лет. А еще Кратос ответил на обвинение, что рядом с 2019 года он вместе с друзьями-казаками напал на выходцев из Азербайджана. Та история дошла до суда, освещалась в СМИ, но почему-то не до конца. Ну а начали мы с той самой подпольной драте. Сергей уже вспоминал о ней на пресс-конференции ТОП-ДОГа. Здесь все детали. Поехали. Ну это было очень давно, честно говоря, лет 15 назад. Ну обычно драка раз на раз. Просто парень хотел проверить себя, он неоднократно мне подходил, говорил, где-то меня увидит в кафе, еще что-то. А вот ты тренируешься только в зале, на улице не дерешься, не дрался. Я-то уличный боец, ты там боец зала и все. Я говорю, да ты успокойся, говорю. Я говорю, занимаюсь спортом, ты чем хочешь, чем занимайся. Он спецназовец. Научили там, видимо, драться, он там в барах людей вырубал. Не так, где-то около года так вот он меня пытался спровоцировать, но у него ничего не выходило. И на проводинах у выродного брата он на дядю моего поднял руку. Я там парочку его пацанов положил, но они там тоже толпой кого-то провожали. Я говорю, ну здесь ты уже, говорю, перешел край, а вот давай встретимся. Делай ставки на бокс ММА в приложении Винлайн. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии, регистрируйся с промокодом BOX и получи 2000 рублей на первую ставку. Сделай свою первую ставку абсолютно бесплатно. А если ставка сыграет, Винлайн заплатит. Без вариантов. Было дело это зимой. Ну вот у меня, я сейчас в Уфалея занимаюсь, школа бокса Fight называется. И здесь буквально в метрах 300 тоже пятиэтажка стоит, там подвал. И вот у них, они вот там тренировались, в этом подвале, где мы дрались. Вот, он меня туда пригласил. Все, я простыл пока с этими, видимо, разбирался там на проводинах-то с его друзьями. Простыл на температуру, что 38,5 было ли, 39 ли. Вот, ну нельзя было как бы стрелку просирать. Это было очень нехорошо, будем так говорить. Ну из-за этого, ну блин, нормально, не буду разогреваться. Надо только бинты взять и капу. Капу я забыл. Вот, и приехал к нему в зал. Ну и вот, и там уже увидели. Некоторые думали, что это там обычный спарик. Нет, это реально был бой. Вот, просто я говорю, я что там, что сейчас ко всем, как бы своим соперникам. Кто достоин, отношусь с уважением. Вот. Кто достоин, я вот это подчеркиваю. Потому что не надо там на меня буксовать, блатовать. Ну я сейчас про соперников не говорю вообще. Вот, потому что не будите лихо, пока оно тихо. А вот, если медведя русского пнуть под жопу, он разозлится. Вот. Если вы видели, что творится с людьми, да, сейчас все они в топ-доге, кто выходит со мной, я к ним никакой злости не испытываю. То представьте, что будет с людьми, на кого я разозлюсь. Так что давайте будем вести себя достойно, как воины все. И будем говорить, и секунданты тоже. Вот так вот мы подрались, все, разошлись. Он последний раз, когда он уже был в жестоком, там, там, гроге таком, у него кровище, уже из носа там хлещет, он останавливается, вытирали. И вот, и последние удары в голову, там, в печень с ноги, он начал хрипеть. Я говорю, нет, все, хорош, говорю, я сейчас тебя убью. Нет, это зачем, это мне не надо, вопросов нет, как бы это. Можешь и дальше продолжать, там, ну, это, блин, до смерти. Мне, говорю, этого не надо. Я развернулся и пошел, пошел, умылся и все, ушел. И как бы хватило его тоже там на год, на два, и потом он там в другую историю залез. А так, до этого Уфалей спал спокойно. Я, как здесь, короче, Уфалей, как супергерой каких-нибудь найду, злодеев налуплю и чуть-чуть спит спокойно. Понятно. А ты, слушай, там же какие-то люди сидят, получается, на диванах. Да, там, ну, как обычно, с его стороны были парни, с моей стороны были парни. Вот, ну, с его достаточно больше. Ну, там все нормально к другу относились, как бы, это даже, вроде, сидели, кого я там, ну, до этого вырубил из пацанов. Вот, ну, не знаю, они не прыгали на меня. Нет, они, известность мне, как бы, Уфалей, я вообще, говорю, очень много дрался в Уфалее, потому что это тот период был, когда без кулаков, как бы, на район, на район, еще там что-то. И я достаточно известен был. Ну, просто я там ушел в спорт, я этим перестал заниматься. Ну, в плане на улице я обходил эти все ситуации. Говорю, не, не надо, давайте, не будем. Вот, хотите со мной подраться, приходите в зал. Кстати, он приходил два раза, два раза от меня там получал технично. Вот, и... Но в перчатках, но в перчатках. В перчатках, да, в перчатках мы, там, этот, и по боксу, и по... Раз по боксу вроде бы, раз по кикбоксингу мы. Оба раза я его там растаскал. Вот, и он здесь, видимо, тоже обиду затаил какую-то, и все, мне пытался. Ну, говорю, ну, вот так вот получилось. Это реально, реальная драка, которая, да, там, могла бы закончиться плачевно, если бы я бы не был адекватным. Потому что первый нокаут, он прямо глухой был. Я вам поднял голову, чтобы он, ну, язык он не проглотил, там ничего, там, не захлебнулся в своей крови. Потому что, ну, бывали случаи у некоторых, я говорю, ну, так вот. Слушай, ну, там же на видео-то получается не полная драка, во всяком случае, то, что я на ютубе видел. То есть там, как бы, она обрывается. А вот, обрывается на том, когда он у стены, да, имеешь в виду? Вот он там захрипел, там не слышно, просто у него так. Это когда уже, ну, перебор, и человек просто забывает дышать. Ну, мозг начинает отключаться. Ну, он три раза, вот третий раз был уже на кауте жестком. Потому что первый раз прямо до глушняка его вырубило. Вот, мне парни, что ты его не добил? Я говорю, зачем его добивать? Он умрет. Он постоял, отдохнул. Второй раз я ему попал, у него кровище из носа, глаза вот так вот в кучу. Я говорю, давай успокойся, уже, говорю, наверное, хорош. Он, нет, еще будем продолжать. Ну, вот как вот было, я всегда готов продолжать, вопросов нет, если ты говоришь. Вот как было с Алым Зверем, то же самое. Я стою, я не могу понять, то ли мы продолжаем, то ли нет. И я стоял в замешательстве. Он мне там кричит, давай продолжать. Я говорю, я только за, я говорю, ну, блин, это, я только за продолжить. Вот, ну, рефери останавливают, я же не буду прыгать. Потому что они первый раз меня считали, что я когда-то чуть-чуть с Денисом там забодался. Ну, вот. Но он меня тоже не понял, просто тот меня Морозов-то держал. Я вроде так, получается, агрессивно со стороны, все же кажется по-другому. Ну, вот. И я же тоже на эмоциях, адреналина, я ему вроде говорю, ему вроде... Он говорит, Серый, ну, я когда тебе прошу, ты это... Я говорю, да-да-да, все, вопросов нет. И здесь вроде и драться надо. Как бы тот просит, я говорю, да я не против, и он что-то меня пытался схватить, я так, хоп, от него ушел. Что это? Ну, я ждал команды, если бы, ну, сказали бы, давай дальше драться, да вопросов нет, дальше бы дрались. Я даже не устал, не запыхался там вообще. Возвращаясь к той знаменитой драке, что тот же парень, он потом сел в тюрьму, то есть, потому что избил человека в вашем, какое-то у вас там вот это вот кафе. Забыл название, но оно, так скажем, печально известно. Кафе-бульвар, да-да-да-да. То есть, что сейчас-то с ним? Ты его, я не знаю, ты его давно видел? У вас городок-то маленький вообще такой. Нет, он потом, ну, отсидел, вроде сейчас в Екатеринбурге живет, работает. Ну, успокоился, видимо, понял, что, ну, можно туда попасть так серьезно, если все красиво так. Ну, там такая ситуация, я, честно говоря, не знаю, кто прав, кто виноват. Вот, ну, залетать туда в кафе и просто гасить секс подряд, вот, ну, реально могут пострадать люди. Ты вызови на улицу, кого тебе надо, и подерись. А так какие-то делать, ну, это что, как в фильме, и реально там пострадали многие левые люди. Из-за этого его и посадили. Я же уральский парень, так просто меня не напугать, прошел в 90-х, если... Я на первой стрелке был в 6 лет, и какие-то бакламки уличные, для меня это не новинка, ну, просто я это не приветствую. Ты нам с Яриком после боя с Олумбеком, ты нам сказал, что в первый раз ты пришел на стрелку, когда тебе было 6 лет. Расскажи, что же это за стрелка такая была? Ну, я был маленький, да, как раз вот 90-е годы начались, начало 90-х. Я гулял с парнями, с подростками уже, ну, там кому, 14 лет, 12 лет, 15 лет, вот. И, соответственно, там была какая-то стрелка, я не знал, но мне просто было интересно. Вот, я нашел какую-то палку и бегал 6-летний, блин, там, ну, знал кто, кто свои, кто не свои. И побегал, бил и отбегал, ну, потому что, чтобы меня не прибили. И вот так вот бегал, ну, во концове палку сломал я, и все. Ну, вроде, ну, мне не досталось. Я потом, кто смотрит на меня, это что за мелочь здесь бегает? Как-то так, тоже они, с юмором. Так могли бы, да, напинать хорошенько. Ясно, но а как вообще единоборства в твоей жизни появились? Да я всю жизнь хотел заниматься единоборствами, просто в маленьком городе это было проблематично, да, в какой-то мере. Плюс 90-е же запрещали каратэ, там, еще что-то. Самбо было, но тоже непонятно, то есть, то нет. Старался везде. Когда появлялась каратэ, кстати, вот в 6 лет я и пошел на каратэ, меня мама хотела, ну, отвела даже на танцы. Вот, я недельку проходил, вот, думаю, блин, и открылся как раз на первом этаже, секция каратэ открылась. Вот, я родителям, да-да-да, я хожу на танцы, а сам ходил на каратэ. Вот, и период им потом опять закрывалось, так, футболом занимался, всем-всем-всем, так, понемножку. Ну, вот где-то с 6 лет, наверное, я так же вот начал, так сказать, путь. Вот, и всегда хотел, всегда смотрел фильмы, там, да, Брюса Ли, Шанклота Ван Дамма, ну, всех-всех-всех таких, это, Сильвестра Сталлоне, да, Рокки знаменитый. Ну, много-много вот таких эпичных фильмов, вот, можно долго перечислять. Вот, и вот на этом, наверное, Рос, и на этом хотел стать бойцом, смотрел в дальнейшем, да, различные, там, по Видаку еще, кассеты были такие, и Федор Емельенко еще, что когда это, и Токтарова тоже, вот, смотрел. Вот, вот, очень было интересно, и плюс, я говорю, Рос 90, это было, как бы, ну, все хотели, все пацаны хотели уметь драться, и там надо было уметь драться, потому что по-другому никак. Потому что, да, тебя бы просто бы там съели бы, или пинали бы каждый день под задницу были, потому что такие, ну, я всегда придерживаюсь и придерживался, и буду придерживаться тех, что нельзя слабых обижать. Всех друзей старался защитить своих девчонок, никогда не бил в жизни, а вот, ну, не считая это недостойным. Ну, ты сказал, кстати, что и сына же своему этому учишь, чтобы он заступался. Фрин тоже заступается, и в садике заступался за девочек, и сейчас в школе заступается за девочек. Ну, конечно, сейчас проблема в чем, вот, была ситуация, напали на него вчетвером, повалили, один тот ему по голове напинал, он встал, и давай всех лупить. Одному нос разбил, очень сильно, чуть там не сломал ли, ну, не сломал вроде это, разбил. Нас вызывает, что мы как бы, хотели у нас даже заявление написать в полицию, ладно, сейчас камеры есть, и мы посмотрели, я говорю, ну, вот, смотрите, как бы. Они во вчетвером напали, ну, мы сейчас будем на них заявление писать. Ну, вот так вот, не разобравшись, пытались опять на Марка. А он всегда на правду, из-за этого где-то стрелает. Ну, я такой же был, и всегда у меня родители тоже к директору вызывали, потому что я, когда где-то что-то такое происходит, несправедливое, я, ну, вмешиваюсь, и, блин, это порой выходит боком. А сколько лет ему, сыну? Сыну девять. О, понятненько. Вот уже какие у него истории-то происходят в девять лет. Да, да. Расскажи, чем кончилась все-таки та история из лета 2011 года? То есть, в новостях там были последние упоминания, что тебя и твоих друзей заключили, то есть, в изолятор, и, собственно, все. Что там было дальше, об этом ничего неизвестно. Что было? Ну, мы долго там бодались, больше бодались не с противоположной стороной, как бы, да, кто подал заявление, а именно с полицией. Я им объяснял, блин, ну, они же бандиты. Они там и наркоманы там кто-то, и это, и там у них условки там, ну, у многих. Вот, но они выехали на то, может, напугались следователи, что, типа, вот, они азербайджанцы. Я говорю, да я даже не знал, что мне без разницы, говорю, я даже не знал, что они азербайджанцы. После суда уже я вышел, мне сказали. Вот. Дело-то, говорю, не в этом. Там и русские были. Вот. Дело в том, что они, ну, реально там нападали на людей, там, даже бабушкам там угрожали. Вот. Ну, потратив только полмиллиона, да, рублей на себя, на адвоката, вот, плюс брат, плюс друг, там, Иван, ну, как вместе в казачьем обществе состоим, вот. И, ну, вышли на примирение, вот, на примирение, и сейчас, ну, в принципе, нормально же. У меня, да у меня не было к ним претензий. Это обычная, обычная драка была, вот, которая, ну, чуть-чуть вышла из-под контроля, но все живы-здоровы, ни у кого, в принципе, таких прямо серьезных, прямо что, ну, никто не умер, короче. Ну, ты по порядку вот сможешь рассказать, что там произошло, ну, потому что вот есть вот статьи на сайте Знаком, там, еще где-то, есть как раз совершенно обратный видеоролик в Ютубе, честно, забыл уже название канала, где совершенно все по-другому говорится. Как вот было, расскажи. Ну, смотри, да, я знаю, что там эти вот эти фейковые статьи, ну, раз вот они как себя считали бандитами, они себя вальяжно чувствовали, вот в баре у меня там вот Иван, друг, отдыхал, и они залетели, начали бросаться бутылками, что-то там, какой-то кипиш у них или, ну, что-то, и там девчонкам прилетела бутылка. Иван встал, говорит, парни, ну, вы успокойтесь, девчонок-то сейчас кого-нибудь покалечите, пошли поговорим. Ну, и вот толпой они это, хлопнули сразу, без разговора. Ну, и все, и как бы вот это, как бы вот та вот отправная точка, будем говорить, что в этом. И потом он мне ко мне подходил, Серый, а как тебе это? А я не знал, ну, что это вот этот человек, который все, там у них как бы один из главных, что он азербайджанец, вот. Ну, мне без разницы, реально. Я считаю, что в спорте вообще нет национальности. Ну, и говорю, не смотрю, главное, человек был хороший, вот и все. Поплохие они везде есть. Вот, ну, и подошел, а Серый, а как в казачество тебе попасть? Я говорю, ну, вопросов нет, надо, говорю, просто это, вот, ну, спортсмены, там, спортом занимаемся. Давай, говорю, ты мне ВКонтакте напиши, мы с тобой там, встретимся, обсудим, для чего тебе там это, пятое, десятое. Все, ладно, ладно, оказывается, это был Степ, вот, потому что вот он, Ивана, там, они толпой запинали, вот, мне потом уже, ну, другие сказали, а ты, Гри, знаешь, что это вот же вот этот, который вот Ваньку? Блин, ну, я говорю, ну, даже не знал его, не знаю, мне еще поступили жалобы потом в дальнейшем, вот, что вот они, говорю, там, на какую-то бабушку, а вот, ну, и это, мы договорились встретиться с ним, я говорю, давай поговорим, потому что ты, ну, говорю, здесь это, а я уже общественной деятельностью занимался, я как атаман Худро-Волчья гора, вот, и, ну, помогали там людям, мы, там, у меня экологи есть парни, да, и людей мы искали, помогали там в лесу, и здесь девочку маленькая терялась, и мальчик терялся в городе, вот, ну, помогали искать, вот, я говорю, давай встретимся, поговорим, все, мы, ну, встретились в кафе, я его пригласил, купил кофе, ну, начали разговор, и агрессивно он начал Ваньке в лицо, хотел плеснуть кофе горячее, Ванька вернулся, ну, у нас потасовка завязалась, мы, короче, им дали жару, вот, они уехали, я говорю, вы так больше себя не ведите, так нельзя, говорю, с людьми, мы пригласили вас поговорить, а вы нас здесь из мата, и все, я говорю, тем более мы старше вас, вот, и не надо, говорю, здесь из себя бандитов строить, вот, я уезжаю в Екатеринбург на работу на следующий день, и они не давали названивать, угрожать, угрожать моей семье, там, это, это, я говорю, хоть сколько угрожайте мне, я никого не боюсь, ну, когда моя семья затрагивается, вот, ну, уж вы извините, вы попали, вот, ну, я приехал, и они, ну, давай встретимся, вот, я говорю, где, позвонил, здесь тоже есть еще один, здесь атаман, оказался, он здесь тоже решил меня там, то ли подставить, то ли не выйти, все у него из-под контроля вышло, ну, в гаражи нас пригласили, я думаю, блин, это что за разговор, мы, главное, их в кафе приглашали, ну, и все, мы пришли туда, они опять там начали агрессивно себя вести, получили, соответственно, ну, все, мы разъехались, полиция мне звонит, а мне красно работу надо, я только уехал в Екатеринбург, полиция мне звонит, вот, вот, приедьте, пожалуйста, там, в полицию, на вас поступило заявление, я такой, что случилось, ну, так, ладно, хорошо, все, приезжаем, нас опрашивают, я говорю, ну, да, вот в эти бандюганы, там, это, нас позвали, мы, там, это, с ними поздорили, ну, и в конце они, ну, вот, типа, это, все, закрывают нас, ну, вопросов нет, вы нас закрыли, да, там, для разбирательства, тех вообще никого, никого не задержали, ничего, хотя у меня голова пробита, Ванька вообще, у него там, блин, это, у нас, это, Синюшный, его из больницы забрали, вот, потому что он сознание два раза терял, он и в лужу там падал, чуть не захлебнулся, меня там этими палками бьют, я прикрываюсь, его вытащил из лужи, а вот, потом нас продержали двое суток, повезли в суд, приехали с Челябинска, ну, два полицейских там, с отдела по экстремизму, я им объяснил ситуацию, они, вот, типа, азербайджанцы, я говорю, да я не в курсе вообще, а в это время выходит статья, там, у них друг, а там русских тоже много было, и там один из них, там, у него отец, или он сам, навальнистый, и через навальнистов, короче, замутили, типа, казаки, напали на допропорядочную семью азербайджанцев, там, это, это, а у меня дружище, Тамерлан Махмудов, тоже азербайджанец, там, писал его брат, я их вот с таких лет знаю, вот, с Тамерланом, мы вместе тренировались, там, это, Юльке там звонил, там, это, говорит, что за фигня-то, говорит, что такое-то, а вот, я, например, говорю, да я вообще не в курсе, вот, ну, он, говорит, это такое, ну, это, говорит, это любит под кожу, то залезь, говорит, там, и там, и там, и там, ну, понятно, вот, ну, в конце у меня домашний арест на три месяца, потом я попал, там, с давлением в больничку, в больничке полежал, ну, вот, это длилось, короче, около года даже, ну, чуть побольше, ну, и в конце я потом разговаривал, ну, получается, по Уралу, с азербайджанской диаспорой, там, с главным, и, ну, объяснил ему ситуацию, мы созвонились, там, ну, меня свели, я говорю, ну, вот так и так, я говорю, ну, они не правы, говорю, я могу им это в лицо сказать, я не знаю, как они считают, но, говорю, на разговор не приглашают, и там, не посылают сразу же, хотя бы надо было выяснить, вот, в чем, да как и почему, ну, он все-все, говорит, Серый, все понятно, все мы там поговорим с ними, вот, потому что те еще там деньги просили, типа, то, что они машину разбили, когда нас пытались задавить, они в другую машину еще уехали, вот, ну, там, вообще, там, по видео все видно было, все видно, все было снято, когда они, там, эти, нас, все, те на примирение пошли, и, ну, в оконцове попался адекватный судья, административка и штраф меня, вот, ну, и все, я не знаю, ну, и предупредили нас, если у вас будет, там, возня продолжаться, это, типа, ну, ну, ты, говорит, типа, Калинин, ты покатишься, я говорю, да мне вообще претензий, это, в принципе, нет, пусть, я не говорю, себя ведут правильно, пусть людей не избивают, вот, и все, я, говорю, ну, тренируюсь, я, говорю, по барам, там, по этим не хожу, ни с кем не бакланю, вот, пусть будут они себя вести адекватно, вопросов нет, говорю, ну, и все, мы, как бы, это, я, ну, мы договорились, что мы претензий не имеем к другу, что мы, там, не будем, там, пересекаться, ну, реально, мы сейчас, как бы, это, так, уже, ну, и не общаемся, и не враги, вот, ну, было, было, подрались, для меня это, ну, драка, подрались, подрались, и все, да, потратили, там, много денег, у меня жена все переживала, ну, всякое бывает, главное, все живы-здоровы, это самое главное, вот, и никого не посадили. Слушай, вот такой момент, то есть, вот, уточню, то есть, тот бой у гаражей вы все-таки не проиграли? Нет, конечно, ну, мы как отбивались, все остались на ногах, ну, Ваньку вырубили, вот, они, говорю, у нас машины давили, потом бегали от нас, там, отбегали машины, из-под тяжка, там, били, по затылкам, они, ну, бегали потом, у них еще, там, парни были на джипе, были приготовлены, хотели нас, там, как бы, в кольцо взять, у них не получилось, вот, ну, нет, нет, нормально, как бы, ну, там, много было, там, ссадин, там, и у меня, там, у Ваньки, у брата, там, вот, ну, нет, не проиграли, все стояли. А сколько народу было вообще, то есть, с вашей стороны, и со стороны оппонентов? Блин, да я не знаю, честно говоря, ну, может, по 10 человек, по 15, а вот, да нет, не 15 человек, даже 10, наверное, не было, у нас где-то, наверное, человек 7, да, да-да-да, на трех машинах 7 человек, вот, да я бы и один приехал, просто получилось как, что нас позвали, как будто этот атаман, и вот, и они нас в гаражи позвали, думаю, блин, ну, что-то какая-то фигня нездоровая, что если бы в кафе, я бы, блин, один приехал, вот, вопросов нет, а здесь, как бы, перестраховаться надо было, ну, вот, а если, оказывается, реально, они там ждали нас, там, с палками, там, еще на джипах, вот, но из-за этой всей суеты, короче, не поехали, там, потом полиция, там, где-то, тоже поезжала, вот, там, видимо, они испугались, но это, я говорю, это я вижу со своей стороны, я не знаю, как у них там это все происходило, что они хотели, просто они реально, там, не только мне, там, вот, звонили, вот, там, парнишка, с которым у нас это произошла ситуация, но еще другие звонили, там, говорили, да, Серый, здесь кипишь, там, это, давай, приезжай, там, это, надо разобраться, вот, как бы, в таком формате, ну, сейчас все нормально, я понял одно, что с кем-то вот так вот драться, там, еще что-то, они блатуют-блатуют, раз получили, и потом бегут в полицию, вот, я говорю, вот, Шлеменко прекрасно поддерживаю, блин, ну, чего вы на спортсменов лезете, вы же знаете, что получите, вот, если вы не умеете себя вести, там, бухаете, там, блин, пулите, ну, это, идите и спокойно молчим, вот, всегда, вот, о них спортсменам лезут, редко, когда, там, что спортсмены сами, там, кого-то, там, нахлобучивают, обычно скребутся другие, а потом у нас проблемы, так вы не лезете на, правильно, вы силу-то все равно, как бы, это, и доброту за слабость не воспринимайте, а силу уважайте, вот и все, и не будет никаких конфликтов, там, не будет никого с ударом убивать, еще всякие вот такие ситуации. Ну, и подчеркну, то есть, это был не межнациональный конфликт, это был просто обычный бытовой конфликт между жителями определенного там города. Конечно, я же говорю, я не знал даже, так я до этого в Дагестане был, вот, у меня много друзей, вот, азербайджанцев, там, блин, казахов, там, еще что-то, ну, очень, я говорю, у меня нет национальности вообще. Вот вы видели, да, мои бои? Да. Вы, может, видели фотографии этих пацанов, ну, имея в виду, которые там, вот, у нас, когда была драка на улице угрожать, вот, я их не пытался там, этот, я пытался их разумить, если бы я хотел бы их там убить, вот, вы бы, ну, видите, что происходит. Вот, так что я там никого не забивал, там, ничего, ну, больше защищался, да, где-то там отвечал, там, ну, где-то наказывал, но не забивал никого, у меня нет такого, что кровожадной такой сущности. Я им просто объяснял, вы так себя не ведите, семье моей не угрожайте. Я стараюсь всегда словами донести сначала, вот. А если ты, конечно, с агрессией, когда ты начинаешь там сам нападать, там еще там что-то, угрожать моей жизни, там, жизни моих близких, ну, как хотели. Ну, и то я говорю, все аккуратно. Ну, я понимаю, что я, блин, сильный человек, что, блин, у меня удар-то серьезный из-за этого. Я где-то ладошками, где-то так прикрывался там, ну, больше старался, потому что, зная, у меня один раз я считал, когда еще по барам ходил, ну, не выпивал ничего, я уже давно не пью, вот, так там, за компанию с друзьями. Вот, пьяный кто-нибудь нападет на меня там, я всегда спрашиваю, что хочешь подраться, да, и я дочитал, 9 человека с удара вырубил просто на глушняк. И я потом понял, блин, ну, это хорошему не придет. Это было подряд? Прямо, да, вот, как вот, ну, стычки были, я, пам, потом опять что-то, может, через месяц опять где-то кто-то на меня нападает. А, ты решил, я понял, да. Пам, да, не то, что там сразу 9. Потому что это было вообще, хотя я слыхал, конечно, разные истории от бойцов. Ой, да, истории, знаешь, истории куча, очень много там, блин, я всегда говорю, не наезжайте на человека, если не знаете вы его жизненные истории, вот, узнайте сначала, кто это такой, а то может боком выйти. Так что много-много историй всяких интересных таких. Вот, это сейчас уже смешно, там, конечно, не смешно было, ну, там где-то 90-е, где-то 2000-е, там, такое. Ну, да, все, мне кажется, еще забывают, что тебе-то уж 38 лет будет. Мне кажется, многие думают, что ты, короче, помоложе. Помоложе, это самое. Ну, все-таки там такая более молодежная тема. Да, я же уральский Дункан Маклауд. Я же тебе говорю, как Дункан Маклауд. А ты потомственный казак или нет? Вот, честно говоря, вот, не знаю, где-то есть отголоски, вот, но прямо вот, прямо подтверждение, вот, некоторые, знаешь, есть, там, документ с печатью, то, что это, вот. Нет, просто мне это нравится, как вот эта общественная деятельность, казачество, славянство, вот это, я говорю, тоже мне очень нравится, как бы, что-то новое, да, узнавать. Восточная философия мне нравится. И вот у меня такой, знаешь, микс, будем там так говорить. Вот, ну, как бы казачество, это вот, прямо, это есть официальная организация, вот, мы официально там помогаем людям, вот. Говорю, вот, в поиске людей, даже по ТВ-3 показывали, про нас, там, материал, там, то ли потерянные люди, то ли потеряшки, что-то такое, как-то называется. Вот, там, мы искали тоже. Ну, очень много, как бы, стараемся помогать по мере своих возможностей. Ты в противоборце уже насколько давно? Ну, больше пяти лет. А почему так предан именно этому клубу? Ну, во всяком случае, это я делаю вывод из твоих слов, которые ты сказал после боя последнего. Да, все верно. Ну, потому что там классные парни, классные спортсмены. И выстроилась не только так спортивная деятельность, но и дружеские отношения. И я дружеские отношения не променяю ни на какие деньги, ни на какие заманухи. Это, для меня, самое главное, это общение, дружба. Вот. Ну, как бы, из-за этого я только ратиборец, только ратиборец. Ну, и, конечно, они мне, говорю, в многих ситуациях помогли. Вот, в становлении, будем там говорить, да, кем вот я есть сейчас. Вот, я вам премного благодарен. Я хорошие дела помню. Вот, не забываю. Так что, вот, стараюсь отплатить доброй монетой в ответ. С кем там у тебя самые жесткие зарубы в спаррингах, расскажи. Много с кем. С Олегом Соленичевым, с Аней Деревянко, с Иваном Штарковым, с Михаилом Рогозиным, с Гарником Манукяном. Тоже боксерчик хороший, Саня Лисичкин, вот, тоже. Ну, много-много пацанов там хороших, с кем. То есть, приходят из Архангела Михаила, получается. То есть, у вас там, как бы, все вместе одним словом, я так понимаю. Да, ну, у нас, да, они тоже, там, где мы к ним приходим на спарринг, где-то они к нам, где-то общие тренировки там проводим. Вот, конечно, другу помогаем, в одном городе живем, да. Как бы, все дружные пацаны, все друг друга знаем. Я ко всем, прямо, ну, хорошо отношусь тоже. И к Ване, и к Мишке, ну, они вот сейчас в Архангеле Михаиле, да. Да, да. Замечательно. И, конечно, мне нравится, что они приходят с нами, спаррингуются. Это тоже, как бы, интересно, потому что все равно привыкаешь, да, к одним и тем же. А здесь, хоп, тем более уровень у них хороший, и можно многому у них научиться. Ну, и Венергалиев, конечно, впечатляет, ничего не скажешь. В такой возрасте биться. Знаю, вообще, это, блин, это легенда ММА, это легенда спорта. Это вообще такой человек, ты, когда с ним отспаррингуешься, ты как будто шахматы поиграл. А вот здесь приходится прямо полностью отдавать себе отчет каждому шагу, продумывать комбинации, что-то где-то хитрить. Ну, очень интересно с ним работать. Причем он нестандартно бывает, у него бывают свои приемы какие-то, да, что вот он уже столько лет занимается. Очень интересно с ним спарринговаться. Ну, и Саня, Саня Деревянко, он тоже уже, да, со всеми, как бы, это, я говорю. Ну, Венер, да, Венер, это эталон ММА. Вопросов нет. Расскажи, как ты оказался в топ-доге? То, что тут история, я думаю, интересная. Ну, в топ-доге мне вот Лева Сокочек, какой есть мой дружище, вот тоже секундирует меня. И здесь на последнем, в последнем бою меня секундировал тоже. Дмитрий Чернушкин, это он, это, скажет, блин, сервис только с тобой езжет, и ты меня не упоминаешь. Молодой парень тоже пауэрлифтингом занимал, сейчас тоже на бокс перешел. Но в перспективе тоже, как бы, что на кулачком выйдет. Позвонил мне Лева, это Московская лига панкратиона, он развивает там активно, это в Москве, среди детей, подростков, пытается вытащить их с улицы. Он приглашал меня на семинары тоже, он мой друг. Как всегда, я откликался на это, пригонял в Москву к нему, проводил семинары. И как-то он мне позвонил, говорит, Серый, вот есть возможность в топ-доге выступить. Блин, я говорю, вот только у меня с Аней Деревянкой, говорю, буквально два дня назад разговор у нас зашел, что вот по кулачке бы выступить, блин, интересно. Но мы такие с ним тоже любим позарубиться, мы прямо как вот Товгай, я говорю, рассказывал, что встанем иногда, да, да, да. У нас парни смотрят, а, блин, опять они свое делают. Ну, нам это нравится. Вот, ну, говорит, вот так и так. Я говорю, все, хорошо. И все, ну, начали там вот эти все менеджерские моменты, там контракты, там это, это. И вот, и регбиста увидел, он хотел живую на меня посмотреть. Правда, я не я, что там, да, ролик он им скинул. Это Лева замутил, вот если бы не Лева, может быть, не взяли бы меня. Вот. Он говорит, я тебе, можно, я, говорит, твой ролик скину, вот этот, где-то там в подвале. Я, вопросов не скидываю. И все, регбист увидел, он говорит, Сьера, они загорелись, мне вот прямо хотят тебя увидеть, а вот поговорить с тобой. Я говорю, ну, ладно. И потом уже, когда, говорю, на пресс-конференции вот такое выдает регбист, я говорю, меня тронуло до глубины души, конечно, что я, так сказать, ордоначальник, да, такие движухи прямо, ну. Кулачных боев в России, да? Да, да, да. Топ-док, это же первая Рига, то есть, они же первые. Тем более, сейчас она еще и официальная, да, что в Федерации бокса России состоит. Да, да. Ну, как ты думаешь, надолго тебя еще хватит? То есть, в этом году 38, да? Ну, сколько сейчас Венеру? 46, 46, 75-го. Я дрался на топ-доке 11, и он в этот же день проводил бой. Ну, Венера хороший бой показал, да, и вообще он на счету, на хорошем, да, в моем, хотя в 46 лет. Вот мы стараемся на него равняться. Я говорю, ну, вот, и Саня Дерянко такой же, ну, как Дункан и Маклауды. Мы становимся только моложе и опытнее. Я просто смотрю, даже кто выступает, есть там и 30 лет, и 36, они старше меня выглядят. Ну, честно говоря, блин, ну, не знаю, как. Просто у меня свой образ жизни, я не пью, не курю, не ем сладкое. Вот, это моя жизнь, бои, это моя жизнь, я к этому стремлюсь. У меня две тренировки в день. Я вот сегодня не пошел, у меня все. Почему? Потому что у меня дети заболели, и жена попросила посидеть. А я все уже, мне надо на тренировку идти. Хотя только-только подрался. В общем, жесткий бой, жесткий. Это, говорю, это просто моя жизнь. Для кого-то это хлопит, для кого-то это работа, для моей жизни. Я говорю, спрашиваю, серый, а как ты расслабляешься? Я говорю, я не напрягаюсь. Я прихожу, я наоборот, я вот-вот-вот расслабляюсь здесь, на тренировках мне это нравится. Работать над собой, развивать себя. Плюс, я говорю, в школе никогда, блин, прочитал три книжки, азбуку красную и третью. Вот, образно говоря. Если не считая, что задавали. А когда я начал плодотворно заниматься спортом, я начал прямо каждый день читать, анатомию, психологию, философию, вот это все как бы. И сейчас стараюсь практически каждый день читать. Если не получать, то аудиокнигу слушаю. Сейчас просто, что маленький ребенок, больше вот этому уделяешь времени. Все равно стараюсь, когда уезжаю в Екатеринбурге, аудиокнигу слушаю. На сколько я понял, та история, которая была летом 2019 года, это далеко не самое жесткое, что с тобой случалось. Расскажи, что было более жестким. Я знаю, что у тебя есть такие истории. Да, есть такие истории, очень много. Одна из таких, где прям максимально я дрался с количеством людей, там очень большим, это около 30 человек, там плюс-минус 5, грубо говоря, потому что там было тяжело сосчитать, ну примерно где-то так вот. Ситуация в чем? Мы с другом поехали в клуб, я попить кофе, он выпить пиво. Мы пришли, все, сидели спокойно, вдруг потанцевал. И оказывается, здесь у него с одной группировкой местной была какая-то возня, движуха. И они его заметили. Давай выдергивать на улицу. Ну, они всегда славились тем, что быстро собирались и подъехало несколько машин. Блин, ну сколько семь, наверное, точно. Вот. И давай на него нападать. А у меня с ними конфликта не было. Мы давно еще в подростковом возрасте с ними. Это отдельная история, мы тоже там интересно. Ну, как-то тоже воевали, но потом все вопросы убили, ну, решили, что незачем конфликтовать им со мной, потому что я по жизни проблемы создавал. Они начали на него нападать. Я начал его защищать. А до этого я посмотрел фильм «Онкбак». Вот эти все приемчики, щиты, скрутки, подсечки, они все пригодились. Я где-то человек 10 так остановил все удары. Ну, могу сказать, что они не хотели прямо мне наносить удары, хотели друга избить. А мы шли по дороге, он шел у меня за спиной, а я все удары отражал. Ну, где-то им надоело, они пытались меня ударить, но у них тоже не получалось, я уклонялся. Ну, они боялись получить серьезный урон, и как бы, и вроде и охота ударить меня, и в то же время сдерживались. Вот. Но это проходило минут 10, наверное, 15. Так вот длилось, что я говорю, парни, успокойтесь, давайте, хоп, кто вносит удар, я хоп его в кувет, а вот потом другого, кому-то подсечку, кому-то встречу лову, толкнул, он говорил, как в стиле онкбак, только ну не было прямо таких с локтей, там, с коленом, такие мягонькие. Вот. Навстречу где-то ладошки там кулаком, ну, в грудь, чтобы, ну, не сильно тоже, как бы, людей травмировать. Ну, и вот так вот, где-то после 15 человек, которых я распидал, просто с таким фото, они остановились. Серый, вот что ты нам не даешь его избить? Я говорю, парня, ну, не надо, зачем? Говорю, блин, вас такая толпа, вы убьете. Давайте потом, давайте мы спокойно уедем, и все. И, говорю, потом как-нибудь мы этот вопрос решим. А вот, сейчас просто вы, пьяный, он пьяный, говорю, блин, ну, вы его в больничку отправите, не надо. Ну, постояли, постояли, помялись они. Да, ну, черт, с тобой, короче, развернулись, сели в машину и уехали. Мы еще вот сели, допили кофе, я кофе допил, он пиво допил, и все, и поехали домой. Он говорит, Серый, я в шоке над тобой. Я говорю, блин, не поверишь, я сам в шоке над тобой. Я, говорю, просто не ожидал даже сам, что в голове вот так вот образится, и тонкбак, и что такие штуки, ну, реально, блин, оставляют отпечаток. Просто потом еще говорили, говорит, двоем, говорит, против 30-ти, ну, говорит, Серый, это фактически один, он так, ну, как бы отходил, тратил за спиной, а я их один раскидывал, вот так вот. А что дальше было? В результате как-то регулировали этот конфликт? Ну, нет, они потом там еще воевали, но это уже, уже, они его не искали там на следующий день, просто, видимо, он здесь попался им, и они хотели какие-то вопросы решить. Нет, потом как бы не было никаких конфликтов, потом, может, через года три что-то там у них произошло. Я как-то, а, я как-то вмешался тоже, поговорил с ним, я говорю, вы не лезли, там это, и этот же парень на меня такой, типа, что ты за меня там решаешь? Я говорю, так они подошли просто спросить, я им объяснил, ну, не надо, говорю, это, не надо на себя одеяло тянуть, там, тра-та-та, я сам разберусь, я говорю, все, вопросов нет, все, и когда они ко мне подходили, я говорю, парни, я претензий не имею, там, что хотите, вы сами решайте, он мне сказал, что мне не лезть, и все, я не лез после этого. А давно дело было, кстати? О, да давно, лет, блин, 12 назад. Понятно, это все у вас в Верхнем Уфале. да, это в Уфале. Ну, у вас и город вообще. Город Верхний Уфалей и Уральский Беремингем. Да нет, город хороший, просто людям порой нечем заняться, вот, и одно из развлечений, это, да, выходные, там, выпить и подраться. Пытался я открыть свой клуб, вот, один открыл, и творится, но у меня его, да, сейчас, как бы, другой там занимается, я там персонал в Монград, вот, не могу даже сходить, хотя там я инвентарь купил, все там договорился с спонсорами, ну, это неважно, главное дети занимаются, для меня это самое главное, что занимаются дети, там, проходят тренировки, вот, хотел еще один клуб открыть, ну, почему-то наша администрация упирается всеми руками и ногами, чтобы у нас не было, ну, секций таких вот, ну, не только таких вообще, у нас спорт, ну, не приносит же деньги, вот, по большому счету, тем более вот такой там любительский, или какой, вот, из-за этого, как бы, проблематично, но я думаю, все равно добью, сейчас, может быть, стоп-дог договорюсь, у нас еще сейчас, ну, боксерский клуб файт есть, вот, если еще, еще бы открыть, один какой-нибудь, прямо под кулачку, под ММА, вот, там, блин, ну, я много аспектов могу, я, как бы, могу и вольную борьбу, и показать, и грэплинг, и бразильское джиу-джитсу, вот, это потому, что оно все входит в ММА, да, плюс бокс, боксинг, тайский бокс, блин, в одном человеке столько, как бы, это, грех не пользоваться, и не знаю, почему они. Слушай, а почему персоны нон-грата, единственный секрет? Ну, я такой человек, я им высказываю напрямую, они же не любят, они же все любят, там, что-то, подзабрать, себе, еще там что-то, вот, ну, не будем, так сказать, афишировать все полностью, да, а я им высказываю, я не боюсь, я приходил в администрацию, вот, высказывал им все проблемы, там, вот это у вас, спорт не развивается, там, им это не нравилось, и все, они там, уже меня перестали приглашать, вот, плюс, там, это сейчас, ну, там, с казачеством, то здесь, у нас там еще одно казачество, основное противоборствует, а тот, как бы, более к ним, ходит, после не подбирания слова, ходит, жопу лижет, вот и все, и как бы, мы как бы, персона нон-грата, ну, они, да, там, как бы, есть такой спортсмен, там, это, это, но мы тебя лишний раз упоминать не будем, куда-то звать, и все, и не дают, я хочу сделать, спортивный, как, исторический, спортивный, такой комплекс, с направлением, знаешь, славянства, викингов, рыцарей, там казачья такая тематика, много-много, это вот, есть у нас такая деревушка, селач, взял там землю, там маленький кусочек еще надо, они не дают, хотя мы уже подали тоже, блин, там только территория, блин, для огорода, они нам палки в колеса вставляют, не дают строиться, там еще там какие-то препятствия делают, вот, а идея хорошая, там рядом башеками природа, вот хотелось сделать красиво, чтобы еще спортсмены там тренировались, плюс какую-то там кусочки, историю преподавать, да, ну там историков звать, ну уже многих знаю, ну куча-куча таких, в этом месте, проводить мероприятий интересных, для развития, для саморазвития, да, там детей, подростков, взрослых, кому это интересно, кто не пьет там, да, по барам, ему не интересно ходить, вот, интересно развиваться там где-то, ну, интересно природа, вот, вот это хочу сделать, и поэтому я стараюсь сейчас зарабатывать еще для этого, вот, чтобы решить вот эти вот вопросы, чтобы построить там это, вот, ну как бы вот так.